Мы полностью демонтировали старую лестницу и сделали, смонтировали, установили хромированные поручи жителям металлические, панту сдали инвалидов. Руководитель организации, которая сделала ремонт в подъезде, рассказывает, что поменять пришлось практически все, причем в строгом соответствии с пожеланиями жителей. Контактные все у нас и МУП ЖКХ, и ЖУ номер 3, и представители подрядной организации, и, конечно, спасибо огромное большое нашему депутату Крусакову Павлу Александровичу. Без его участия тоже бы мы не обошлись никак. Когда в 2014 году в платежках россиян появилась плата за капитальный ремонт, многие не до конца понимали, за что берутся деньги. Жители 23-го дома по строительной улице теперь осознают важность этих взносов. Здесь мы финансировали полностью за счет средств, которые были накоплены на счете текущего ремонта этого дома. Соответственно, жители определили, что необходимо сделать, мы подготовили смету, и, соответственно, были деньги на счету, и реализовали вот этот ремонт замечательный. Бюджет работ 3 миллиона 200 тысяч рублей, и у людей нет сомнений, что все до копейки потрачено с пользой. Скажите, как вам ремонт? Хорошо. Нравится? Нравится. Лучше, чем было бы? Ну, конечно, так было и сейчас. Можно сравнить, да? Конечно. Хорошо. Действительно, есть чем сравнить. В 2020 году, во время пандемии, в этом подъезде мы снимали сюжет про гуманитарную помощь нуждающимся людям. И можно увидеть, в каком он был состоянии. Подрядчику пришлось изрядно потрудиться, а из-за скрытых дефектов ремонт затянулся на 3 месяца. Полностью мы, значит, все демонтировали до основания, не стали не оставлять ничего. И полностью выводили, как бы, все по-новому. Значит, ровняли стены, делали стяжку. Стоит, как говорится, зайти, и все. А там одно за одно цепляется. И поэтому это, как бы, увеличило сроки по ремонту. Дом построен в 1987 году. Ремонт здесь делался только косметически. Депутат Павел Русаков уверен, еще есть над чем поработать. Причем не только в этом здании, но и в соседних. Мы на этом не останавливаемся. У нас все это жив впереди. Конечно, наверное, плиткой их не имеет смысла отделывать. Но привести в соответствие с требованиями, конечно, нужно. У нас такая же красота в 27-м и в 25-м мы планируем тоже сделать. То есть вот этот колодец с 3-х домов должен быть по аналогии, плюс-минус сделан, ну, с пожеланиями жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.